Татьяна уже давно планирует открыть свое небольшое дело. Девушка мечтает заняться закупками бытовой техники за рубежом и продавать ее в России. Но пока не знает, с чего начать, поэтому и пришла на семинар. Я как будущий предприниматель решила посетить этот семинар, чтобы получить консультацию о том, как покупать товары за границей и продавать здесь, в России. Участникам тренинга рассказали о валютном контроле, банковских операциях и иностранных партнерах. По словам опытных спикеров, для открытия компаний за рубежом необходимо собрать базовый пакет документов, составить бизнес-план, просчитать риски и наладить контакт с потенциальными клиентами и партнерами. Кроме того, коммерсантам придется получить лицензию, зарегистрироваться в налоговой службе и открыть счет. Мы рассматривали на семинарах инструменты, возможности, гранты, поддержку, которые предоставляют государству. Потенциал огромный, а результаты я вижу. И я думаю, что руководство и министерство, которое помогает, у нас будет великолепный старт и большое количество будет экспортных контрактов с высокой эффективностью, с высокой рентабельностью и прибыльностью. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Уже прошло у нас 15 семинаров. Охватили мы как действующих предпринимателей малого и среднего бизнеса, так и физических лиц, которые собираются стать предпринимателями. Рассказали обо всех нововведениях, которые касаются бизнеса. В понедельник, 9 декабря, в Самаре пройдет еще один семинар. Начинающим и уже состоявшимся бизнесменам расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности. После лекции любой желающий сможет получить консультацию. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.